Женщина может быть счастлива только с мужчиной. Женщина так устроена, что она священная пустота, а мужчина священная полнота. И вот когда мужчина свою полноту в женскую пустоту заносит, у нее и ребенок рождается, у нее счастье рождается, и у нее любовь продолжается. Как нам говорится, красота спасет мир, и все-таки девушки, они должны как-то повлиять на пробуждение Руси. Что было бы лучше сделать девушкам, и как изменится их жизнь? Что сейчас самое важное? Дорогие любимые женщины, семья всегда в ваших руках. Если вы будете берегиней и ладушкой, семья сохранится, и муж у вас будет прекрасный, и дети чудесные. Если вы не сможете понять, как берегиней быть и ладой, ваша семья распадется. Поэтому надо себя вести не так, как большинство женщин в современной России. Потому что большинство женщин в современной России ведут себя по отношению к мужьям и детям совершенно неправильно. Для того, чтобы понять, что сейчас происходит в отношениях между мужчинами и женщинами, надо глубже изучить славянскую культуру. Мы все, и мужчины, и женщины, рождаемся на этом белом свете для того, чтобы научиться управлять миром. И управлять в том числе противоположным полом. Это обязательная тема. Просто мужчины должны управлять мужскими методами, миром и противоположным полом. А женщины должны управлять женскими методами. То есть, если женщина хочет повлиять на мужчину, она должна вокруг него создать благоприятное психологическое пространство, водить в него хороводы. И вот так вот, крутясь вокруг своего мужа, мужчины, направлять ей в его нужное русло. А большинство женщин ведут себя так. Они берут и вот так вот наезжают, спорят. Спорить с мужем нельзя. Наезжать нельзя. Это проигрышная технология. Мужа надо что? Прикатывать. И вот это самое приятное в жизни событие. Когда мужчина мужественная, женщина женственная. И женщина мужчину укатывает, прикатывает, вдохновляет. Вокруг него ходит кругами. И добивается от этого мужчины всего, чего ей надо. Женскими методами. Мы живем в таком обществе, где принято очень сильно хвалить женщин. Женщин хвалят везде, постоянно, много. Как правило, и не один только муж, а еще куча всяких поклонников, коллег по работе и так далее. И при этом мужчин хвалят очень мало. Мы живем в обществе, где катастрофически мало за что-то хвалят мужчины. Особенно мало женщины хвалят мужчины. Особенно мало хвалят своих мужей. И в такой ситуации мужчина, он что-то сгибается. Если женщина хочет, чтобы муж был крепкий, мужественный, чтобы он был опорой семьи, мужчину надо постоянно хвалить. Очень сильно, много. То есть с помощью женской похвальбы, женской лести, женской ласки, мужчина вырастает как дуб. Крепким и сильным. Если вы, женщины, поймете, что надо перезапустить этот поток похвалы, благодарности к мужьям, к мужчинам. Потому что сейчас этот поток перекошенный. Женщин хвалят, делают им комплименты в сто раз больше, чем мужчинам. Поэтому женское чувство собственной важности до небес растет. Мужское падает, отношения перекошенные. Но вы обратите внимание, почему природа сделала мужчину выше, а женщину ниже. Ростом, физически. Мужчину надо возносить до небес. И когда ты его вознесешь, твой мужчина много зарабатывает. У него здоровья много, влияния много, силы много. Достижения большие. И тебе, как жене, все это тоже перепадает. Только вознося своего мужчину, женщина может получить все от этой жизни. Так все устроено. По славянскому календарю сейчас была ночь сварога. Время, когда небеса закрываются, духовность от людей закрывается, и люди погружаются в материальность. Материальность, мать, материя. И человечество в целом погружается в матриархат. Это же происходит и с Россией, и с Европой, и с Америкой. И даже арабские страны слегка подогнулись. Арабские страны подогнулись. И вот в 2012 году мы достигли нижней точки материальности. Когда мужчины потеряли мужественность, а женщины потеряли женственность. Все перевернулось. И вот только с 2012 года все человечество, как единый живой организм, начинает подниматься вверх, в сторону духовности, в сторону правильных отношений мужчины и женщины. Когда мужчины будут мужественные, женщины – женственные. Ну и сейчас Азов Анасаревич выступает здесь на фестивале по разным-разным темам, по славянской культуре, и по буквице, и по золотому пути. И танцы провожу, и хороводы, и молодецкие забавы. И вот ко мне очень много-много людей подходит прям. И мужчины, и женщины, и девушки, и молодцы. И говорят, что самый болезненный вопрос – это вопрос отношений мужчины и женщины. Потому что сейчас так много разводов, расставаний, что уже у всех как-то от этого слегка крышу сносится. Вообще, можно ли в наше время создать семью? Больше, чем на три года. Интересный вопрос. Это можно, если мужчина созреет до мужественности, а женщина созреет до женственности. Вот правая рука мужская, левая женская. И вот это вот правильные отношения, вот они вместе. Но сейчас такая ситуация у нас, что мужчины у нас женственные, а женщины мужественные. И при таком раскладе, конечно, отношения будут какие? Искаженные, извращенные. Энергия не так течет. У нас такая система воспитания, что с детского сада девочек воспитывают, что они центр мира, что все вокруг них должно крутиться. И мальчики за девочками ухаживают. Девочки в детском садике запросто бьют мальчиков, а мальчикам девочек не разрешают бить. Такая же ситуация в школе. И получается такая ситуация, что женщины вырастают с абсолютно перекошенным мировоззрением, что мир должен крутиться вокруг них. Но мир так устроен по природе, что мир должен крутиться вокруг мужчин. Женщина должна крутиться вокруг мужчин. А женщина сейчас имеет ожидающую позицию. Приходите за мной, ухаживайте. При таком раскладе она не может иметь женскую счастливую судьбу. Посмотрите русские народные танцы, украинские, белорусские. Всегда мужчина стоит колом, женщина вокруг него крутится, водит хороводы. Это естественный поток событий. Когда ты, женщина, поймешь, что надо хороводы вокруг мужчин водить, а не ждать, пока вокруг тебя будет куча поклонников. До тех пор ты будешь несчастной, как в сказке «Золотая рыбка». Эти непомерные желания всегда приведут к разбитому корыту. И сейчас в России большинство женщин у разбитого корыта, потому что все поступают одинаково, наступают на те же грабли. Они хотят быть центром мира, чтобы мужчина крутился. Это невозможно. Это возможно на маленький промежуток времени. Но если женщина хочет быть счастлива, как женщина, как жена, она должна крутиться вокруг мужчины. И когда вокруг крутится, мужское начало растет, мужчина становится сильнее, здоровее, богаче. И женщина способна усилить мужчину, если она поймет правильную модель поведения. Можно быть счастливой женщиной, только если понять суть женственности. А суть женственности вам может объяснить только мужчина. Очень много женщин не могут встретить себе мужчину. Почему? Потому что женщина, она должна быть восприимчивой. Женский половой орган представляет собой священную жизнь изродящую пустоту. Но психологически большинство женщин, они вот такие. То есть они зажатые. Даже самый лучший мужчина не может в нее проникнуть. Я имею в ее душу установить ей теплое отношение. Большинство женщин сейчас, они вот такие зажатые. И как бы они ни крутились, как бы ни искали, они не найдут себе мужчину. Потому что любой мужчина сломается вот об это психологическое состояние. И вот выход в любовной жизни, в семейной, для женщины, это стать вот такой. Стать нежной, смиренной, радостной, веселой и услужливой для мужчины. Готового и выполнить любое желание мужчины. Какого мужчины? Правильного. То есть ты крутишь носом, когда выбираешь мужчину. Но если уже выбрала, для него все самое лучшее. Остальные в пролете. Вот правильный женский подход для счастливой семейной жизни. Дорогие женщины, даже в наше сумасшедшее безумное время, когда так много разводов, так много несчастных женщин, можно быть счастливой женщиной. Поэтому надо вспомнить нашу древнюю культуру и вместе начать приходить к правильному образу мужественности и женственности. Дело в том, чтобы понять образ женственности, женщина может его перенять только от мужчины. Вот сейчас у нас на многих семьях образовалась такая бабья яма. Когда дедушек убили на войне, отцов матери сплавили, себе забрали детей, и мальчика воспитывали бабушка, мама, тетя, ни деда, ни отца. Соответственно, выросло поколение мужчин каких? Вот таких. А правильный мужчина это какой? Вот такой. Правильная женщина какая? Вот такая. И, соответственно, женщины, они сейчас совершенно уверены, что они могут воспитывать детей, что они могут воспитывать мальчиков, что они могут воспитывать девочек. А женщина по своей природе божественной не способна воспитать детей, ни мальчиков, ни девочек. Не привить неправильный образ женщины, неправильный образ мужчины. Этого мать не может, и бабушка не может. И самая мудрая ведьма, баба Ига, это тоже не может. Потому что по славянской культуре у нас как? Мужчина-воспитатель, вось-питатель, вось-питатель, духовно-нравственный стержень вкладывает и в мальчика духовно-нравственный стержень. И в девочку. А мама, у нее тоже свое божественное предназначение. Она кормилица, и она лелеет. То есть задача отца воспитывать, задача матери кормить и лелеять. Мужчина-воспитатель, женщина-кормилица. А сейчас смотрите, какой бардак, перевернуто все с ног на голову. У нас говорят, мужчина-кормилиц, опа, денежки в дом приноси и свободен. А женщины-воспитательницы, эти воспитательные в детских садах воспитательницы. Дома у тебя мама типа воспитательница. Потом в школе воспитательницы, все эти учителя-женщины. В институте воспитательницы. И так далее. И, соответственно, мы живем в мире перевернутых отношений. Перевернутых отношений. И для того, чтобы их поставить на место, надо проявить величайший уровень осознанности, пробудить царя в голове, посмотреть, что происходит, и начать себя вести совершенно не так, как ведут себя все в обществе. Потому что общество сумасшедшее, общество бездуховное. Большинство семей, которые я вижу, я же путешествую по всей России, в центральной России провожу семинары, на Урале, в Сибири, на Алтае, вон до Красноярска доехал, в Крыму вот так несколько раз сколесил, Украину все пропахал, Беларусь. И большинство семей какие? Большинство семей это мужчины мягкие, нежные. Мужчины, которые тешат своих детей. Ой, дети, что хотите, мальчики, девочки, давайте. И такие мужчины мягенькие. А женщины такие властные, они строят и мужа, и детей. Вот таких семей у нас большинство. И, конечно, в этих семьях глубоко несчастны и мужчины, глубоко несчастны и женщины, глубоко несчастны и дети. Потому что, когда мама строгая с ребенком, когда мама воспитывает ребенка, когда она на него кричит, бьет, у ребенка психологическая травма на всю жизнь. Потому что мама это воплощение любви. Мама кормит и лелеет. Именно от матери ребенок и мальчик и девочка перенимают образ любви. Нежной, такой, ласковой. Именно мама должна показать, что эта вселенная прекрасная. Что эта вселенная вообще хочет тебя видеть. Что она тебя любит, она тебя ласкает. А любовь отца, она должна быть строгой. Отец должен создавать духовно-нравственные ограничения. Отец должен создавать духовно-нравственные ограничения. И для жены, и для детей. Его любовь строгая. У мужчины строгая любовь. Твердая. У женщины мягкая любовь. И вот это совмещение мужского и женского начала, это есть естественный ход событий, природный, правильный. Но большинство мужчин, которые я встречаю на своем пути, я же вот и танцы провожу, в танцах это видно, молодецкие забавы провожу. Очень много мужчин, они находятся вот в таком состоянии. То есть их гнешь, они такие и согнулись в танцах, вместо того, чтобы женщину крутить, мужчина такой сам, оп, и пошел сам, как бы наперекосяк куда-то не туда крутиться. И поэтому действительно надо, чтобы мужчины вообще занялись своей мужской темой, чтобы они были настолько вообще непоколебимы, чтобы мужчину не могло не погнуть ни женщина, ни государство, ни масоны, ни рептилоиды. То есть у мужчины должен быть вот такой стержень, который тянется из яви, в славь и вправь, до небес. То есть у мужчины должна быть такая уверенность в своих силах, такая непоколебимость, такой стержень, под которым весь мир начинает вокруг него крутиться. Вот это правильная тема, мужской стержень. Прекрасная вселенная, она моя, эта женщина, она должна крутиться вокруг мужчины. И мужское начало у тебя должно быть отсюда, от земли, прямо до сварога, до перуна, до высших наших божественных мужских энергий, сил. А женщина, она должна понять, что такое мягкость. Женщина должна понять, как уметь ладить любую ситуацию. То есть сила женственности – это умение исправить самую неприятную, неприемлемую, страшную, нехорошую ситуацию. Чем лучше женщина исправляет неприемлемое, страшное, злого мужа, плохое начальство, самое неприятное обстоятельство, чем больше в женщине силы женственности. То есть женщина – это мягкость, мужчина – это твердость. И поэтому даже это в теле отражено. Мужчина – это кости. Кости, когда гнутся в организме, это очень плохо, человек болеет. Кости, когда ломаются в организме, это очень плохо. А сейчас очень много мужчин, они как вот эти погнутые кости или поломанные, кривой скелет. Кривой скелет нашего славянского народа, кривой скелета российского государства, всех народов, которые населяют. Потому что большинство мужчин – это кривые или сломанные кости. Мужчина должен проснуться, постучать себя, прозреть и начать наращивать вот эту силу мужскую. И вот каждая косточка – это один мужчина. Сын, отец, дед, прадед, прапрадед. И вот мы так связаны, вот костяк мужской. Раньше, почему общество было крепкое, семьи крепкие, детей много? Потому что была мужская линия преемственности. До сих пор это осталось. Мы же берем фамилию отца, а не матери. Мы берем отечество от отца, а не матери. А почему-то, когда семья разводится, дети остаются матери. Это абсолютно антиприродно. Если семья разводится, виновата женщина. Дети должны оставаться только мужчине. Это природная тема. Дети принадлежат мужчине. Потому что мужчина свое семя посеял, а женщина – это земля. Она вырастила, плоды принадлежат мужчине. Это народная культура, это природная тема. И поэтому женщина должна всеми силами сохранять семью, беречь семью. Вообще, в русской народной культуре, чтобы вы понимали, нет понятия «разведенный мужчина». Нет, нет такого понятия «разведенный мужчина». Есть понятие «отлученная от рода женщина». Мужчина берет женщину в род свой. Она мужчине рожает детей, они вместе воспитывают, кормят, лелеют. Дружная семья, здорово. Дальше внуки пошли, правнуки. И вот формируется могучий род. Если женщина не способна хранить семью, беречь ее, мужчина не может быть берегиней. Такого слова даже нет в народной культуре «мужчина-берегиня». Берегиня семьи – только женщина. Все разводы на 100% по причине женского неадеквата, неправильного поведения. Поэтому, если женщина не может беречь семью, мужчина своей силой, данной родой прародителям, отлучает эту женщину от рода. Все. И забирает у нее все. Вот с чем пришла, с тем ушла. А детей женщина рожает для мужчины. Мужчины и женщины. Поймите эту простую тему. Когда так начнет происходить, у нас разводов будет во много раз меньше. Потому что женщина, она будет знать, что если она ленится сохранить семью, если женщина ленится сберечь семью, она уйдет без штанов на улицу, без денег и без детей. Это все останется мужу. И квартира, и дом останется мужу. А ты, если ты не смогла сохранить семью, пошла без штанов. Почему без штанов? Потому что женщина должна носить юбки. В юбке ушла. Все. Нормальный ход событий. Поэтому, женщины, очень важно, чтобы вы сейчас начинали учиться искусству, как быть берегиней. И самое интересное, что этому искусству может вас научить только мужчина. Почему? Да потому что, посмотрите, сколько женских семинарчиков. В основном это собрание эмансипированных женщин. Там женщины портят друг друга. Женщина после женских семинаров часто хуже, чем до женских семинаров. Понимаете? Потому что это какое-то царство вот этой вот манипуляции, царство передачи вот этих манипулятивных, нездоровых методик по отношению к мужчинам. Как быть женщиной? Женщину может научить только мужчина. Зрелый, бородатый, взрослый семьянин. Почему? А да просто все на уровне генетики. У мужчины есть XY хромосомы, а у женщины две Х хромосомы. Женщина понимает только половину мира, а мужчина понимает целостность мира. Мужчина понимает, как воспитать и мальчика, и девочку. Мужчина понимает, у него в генотипе это записано на уровне ДНК, хромосом. Мужчина понимает, как сделать так, чтобы мальчик вырос вот такой крепкий. Он создает ему духовно-нравственные ограничения. Хороший мальчик, он же всегда хулиган. Он всегда пробует на вкус, на дерево залез, сломал. А батя ему должен объяснять. Это нельзя, это можно. И направлять вот эту энергию мужественности, дерзости мальчика в нужное русло, чтобы мальчик продолжал гореть, продолжал менять этот мир. Но только в духовно-нравственных ограничениях, которые задает отец. Дед, отче, святой отец. То есть вот мальчика в нужное русло. А когда мама воспитывает мальчика, когда она орет на мальчика, когда бьет, что происходит? Мама тушит мальчика. Женщина это вода, мужчина это огонь. Когда мама пытается воспитать мальчика, или вот эти матери-одиночки пытаются воспитать мальчика. Мальчик хулиганит, творит что-то. А женщина вообще в шоке от его выхода от мальчика. Она начинает его истерически давить. Она начинает гневаться на него. И не разрешает его вот эту мужскую силу вообще никуда не отправлять. И мама, которая воспитывает одна мальчика, мальчик вырастает такой, ой, лишь бы в конфликтах не участвовать. Как бы все сгладить, как бы скруглить. Ой, и он вырастает вот такой женской моделью проведения. Вроде как мужик, а яиц у него нет. Он не может быть дерзким, уверенным. Творить активно, созидать активно, бодрячком. Вот до чего доводит женское воспитание. Только мужчина может воспитать хорошего мальчика. И только мужчина может воспитать хорошую девочку, девушку, женщину. Почему? Потому что только мужчина знает, какая девочка, дочка должна вырасти, чтобы стать хорошей женой. У мужчины XY хромосома он понимает мужской пол и женский. У женщины XX хромосома. Она понимает только женский пол. А взаимодействовать с мужчиной, ей недоступно. План поменяю чуть-чуть. Пошли на дольмены. Тут еще, видишь, зрители собрались. А как не собраться, так интересно говоришь. И я с 2012 года провожу везде танцы, игры, хороводы, молодецкие забавы, где мы молодцами сражаемся вот так до седьмого пота. И я вижу хорошую тенденцию, что все-таки мужчины становятся с каждым годом все крепче. Борода все длиннее. Ярость, дерзость, борзость мужская увеличивается. Меня это радует. То есть на лицо идет улучшение рода мужского. И идет улучшение рода женского. Потому что все-таки, когда я начинал танцы, хороводы вести, женщины были в основном каменные бабы. Они такие, крутишь, они не крутятся. А сейчас все с каждым годом, женщины становятся все более мягкие, податливые, крутятся. Все-таки вот эта тема эпохи волка, эпохи справедливости, правды, когда мужчины станут мужественные, а женщины женственные, она начинает понемножку разворачиваться в нужное русло. Поэтому, видите, сейчас такое интересное время. Каждый мужчина должен глубоко копнуть в вопросы мужественности, настоящие. Вопросы мужественности можно узнать только, если ты будешь изучать традиции до 1917 года. В 1917 году в России была принята не славянская модель семьи, еврейская модель семьи с доминированием женщины. И в Советском Союзе снимали фильмы, если вы посмотрите, мультфильмы, где слабый мужчина и сильная женщина. Такие же фильмы снимает Голливуд, сильная женщина, слабый мужчина на подтанцовке. И поэтому и мультфильмы такие же, и поэтому с детства вбиваются искаженные образы. Поэтому для того, чтобы понять мужественность, нужно изучать, что было до 1917 года, когда были крепкие семьи, когда было много детей. Заметьте, много детей было и у Николая II царя, и у крестьян. Понимаете, во всех сословиях Российской империи были крепкие семьи, много детей. Правильно? У тех, кто царствовал, и у простых людей. Поэтому там правда. Читайте пословицы и поговорки Даля. С помощью похвалы женщина может усилить даже слабого мужчину, и он станет гораздо сильнее, и добьется многого и для себя, и для тебя. Сейчас у нас очень мало хвалят мужчин. Хвалите своих мужчин и получайте наслаждение от него и от жизни, после того, как он достигнет многого. Женщина, которая постоянно рекламирует себя в Инстаграме, ВКонтакте, на других сайтах, выкладывает много фото своих, она счастлива быть не может. Потому что чем больше фотографий в интернете женских, тем больше чувства собственной важности, и тем меньше у женщины способность любить одного мужчину. Чем больше у женщины поклонников, тем меньше у нее шансов любить одного мужчину, быть верной и любящей женой. Поэтому на Древней Руси женщины всегда ходили вместе, рядышком, водили хороводы, никто старался не выделяться. А выделываться – это задача мужчин. Мужской танец, гопав, каждый мужчина выходит и выделывается. Кто круче? Кто самый лучший? Поэтому сейчас проводятся, например, конкурсы красоты из девушек, выбирают самую лучшую. Все эти женщины, участвующие в конкурсе красоты, споломаны судьбой. Потому что чем больше женщины любуются ее телом, большое количество мужчин, тем возможности и шансы создать счастливую семью ее уменьшаются. Женщина должна быть желанной для одного мужчины. Мужчина должен быть желанным для многих женщин. И тогда выстраиваются правильные отношения. И мужчины должны обязательно завести Кузькину мать. Вот все знают выражение, я сейчас тебе покажу Кузькину мать, ее даже политики некоторые произносят. И забыли, что это такое. Кузькина мать – это плетка. Какая кожаная. Это Кузькина мать. Ею воспитывал отец своих дочерей. И когда дочка выходила замуж, он эту Кузькину мать дарил мужу. И по мягкому месту, по седалищному. Это написано в славянских ведах. Что мужчина должен воспитывать жену и детей через седалищное место, через попу. Когда они не понимают словом. Конечно же, вначале надо сказать словом. Один, два, три раза повторил жене детям. Словами не доходит. Кузькина мать объяснит. Это обязательно. Без этого никакого возрождения семьи не будет. Если женщина ладная, она слово поняла. Все, плеточка висит без дела. Год, два, десять, сто лет. А если женщина неладная, то святая задача мужчины и женщины – выгонять бесов. То есть, когда женщина орет, манипулирует, истерики устраивает, ею крутят бесы. Если женщина сама не может своих бесов изгнать, быть ладушкой берегини, то бесов из женщины обязан, должен выгонять мужчина с помощью Кузькиной мати. А также иногда говорят, заметьте, вот дети бесятся, да? Иногда дети играются как-то, они прыгают, бегают, орут, но как-то все хорошо. А бывает, дети бесятся, и они, дети, когда бесятся, ломаются, хрустальные вазы бьются, шторы рвутся. И вот когда дети бесятся, отец тоже должен взять Кузькину мать и выписать по седалищному месту своим детям. И более того, в славянских ведах написано, если мужчина не сделает этого, то он испортит детей и жену. Так и написано. Читайте. Вот. Ну а женщинам надо изучать, что такое женственность. И женственность женщина может изучить, только послушав мудрого, бородатого мужчину. Он объяснит, как быть правильно женщиной. И второе, женственность в женщине начинается, когда она занимается ребеслом. Ткачество, плетение поясков, вот это все рукоделие, развивает истинно женские качества. Терпение, трудолюбие, смирение. Потому что знаете, как это ткать? Постепенно надо. В ровном, хорошем настроении, самочувствии. И вот у нас женщины сейчас одевают своих мужчин китайским шифпотребом. И американская одежда. И счастье у нас американско-китайское. Когда женщины начнут своих любимых мужей, мужчин одевать в своей одежде, пошитые своими ладными руками, как ладушку, детей своей одежды, тогда только лад вернется в славянские семьи. Вот такая у меня для вас сказочка. Сказка ложь, да в ней намек. Кто понял ее, урок. Мужское начало вот такое, женское вот такое. И вот большинство мужчин и женщин сейчас находятся в таком состоянии. Мужчина как бы вот так гнется, женщина, она напрягается, сужается и не может в себя впустить мужчину. Поэтому детей мало и отношения болезненные. И вот мужчина, допустим, вот такой тебе попался, но своей женственностью ты можешь сделать так, что мужчина захочет выпрямиться, стать крепким. Женщина может наладить любого мужчину, которого полюбила, если захочет. Но для этого она должна быть вот такая. Все по жизни, все окей, все колобок. И тогда мужчина, он проявит свое мужское начало, вот это, единичка, нолик. Да? Мужское, женское. Кола и кол. И вместе получится что? Колокольчик, который будет звенеть. Вот. Пока женщины, большинство находятся вот в таком состоянии, мужчине негде звенеть. Я имею в виду психологическое состояние. Женщины не готовы пускать в душу себе мужчину. Боятся, они зажатые. И ни один мужчина не может ее осчастливить. Поэтому женское счастье в том, чтобы раскрыться, стать женственной. И тогда мужчина сможет проникнуть в тебя и сделать тебя счастливой. Потому что женщина, чем больше она самостоятельная, чем больше независимая, тем она больше несчастна. Всегда на Руси женщина была при мужчине. Вначале при отце, при старшем брате, потом при муже. Сейчас у нас женщины самостоятельные, отца не слушаются, мужа не слушаются. И большинство женщин судьба, как в сказке «Золотая рыбка». И это будет продолжаться до тех пор, пока вы добровольно не начнете слушаться мужчин и воспринимать мужчин как богов.